Граница на замке Что обсудили? У кого-то техосмотр может затянуться. Популярная проблема – нечитаемость винномера. Стал нечитаемым вследствие воздействия коррозии, либо иных объективных причин. Как решить вопрос за несколько часов? Спроси у спасателя. Детей и подростков приглашают стать участниками проекта от МЧС. Ответы работников МЧС на самые интересные оригинальные вопросы будут опубликованы в газете «Бобрусское житё». Какие условия? А также медикаменты без рецепта, переоформление билетов и спрос на автошколы. Желающих получить водительское удостоверение в 2020-м на порядок стало больше. Какая самая популярная категория? Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси. Об этом стало известно по итогам встречи в Дворце независимости. Президент принял главу Госпогранкомитета Анатолий Алапо. Вопрос охраны госрубежей ежегодно выносит на уровень главы государства. Он требует корректировок, поскольку оперативная обстановка постоянно меняется. В целом границы Беларуси находятся под строгим контролем. А безопасность, как известно, одна из основ функционирования государства. Мы никогда не прятали, прятать не собираемся оружием. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страна, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива. Ну, если кто-то не согласен, мы же вынуждены отвечать. Так точно. История нас учит тому, чтобы мы всегда были готовы ответить на любую провокацию. Еще раз подчеркиваю, наша здесь ответственность не только за Беларусь, но и россиян. Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности, я уверен, превосходит любую границу мира. Граница – это зеркало, это лицо любого государства. Поэтому я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире и у другого государства, как в Республике Беларусь. На этом уровне надо и поддерживать охрану государственной границы. За последнее время количество нарушений снизилось почти в два раза. Пограничники вскрыли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 экстремистов. Силы и средства Госпогранкомитет вложил в развитие инфраструктуры. Это более 5 миллионов долларов за минувший год. Провели специалисты ревизию рубежей. Обозначено 80 километров границы с Украиной. Установлено свыше тысячи погранзнаков. В Беларуси выздоровели выписано 236 516 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 249 295 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 482 299 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Чешская вакцина от коронавируса появится на мировом рынке в апреле. Сейчас препарат проходит испытания в лабораториях Великобритании. Его эффективность оценивают примерно в 90%. Лекарство от вируса будет выпускаться в Чехии на заводе американской фармацевтической компании «Новавакс». В этом году запланирован выпуск порядка 1 миллиарда доз. Боевая готовность, изменения от Белави и морозных тольник. До минус 20 обещают синоптики в ближайшие сутки, когда ждать весну. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране временно расширен список без рецепторных лекарств. Речь о препаратах для лечения сердечно-сосудистых и заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, болезни носа и глаз, глоукомы. Именно эти лекарства часто нужны пожилым пациентам. А они в группе риска, поскольку наиболее восприимчивы к заражению COVID-19 и тяжелее переносят заболевания. Мера временная после улучшения эпидситуации. Рецепт при покупке отдельных лекарств понадобится снова. В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Выполнять свои задачи по предназначению армия будет практически на всех полигонах вооруженных сил. Из запаса призовут около 300 человек. С хранения сняты вооружение и техника, пристальное внимание их состоянию и работе обеспечивающих систем. На контроле также степень обученности личного состава. В Беларуси растет спрос на услуги автошкол. За прошлый год в стране было подготовлено на почти 5,5% больше водителей, чем за 2019-й. Новые удостоверения чаще всего выдавали в столице, а также в Минской и Гумельской областях. Свыше 60% подготовленных – это водители категории «Б». Белавия меняет условия переоформления билетов в некоторые города. Это касается рейсов из Минска и обратно в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Ашхабад и Ригу. По другим маршрутам, которые не вошли в этот список, срок обращения за внесением изменений тот же – до 31 марта текущего года. Подробности на сайте авиакомпании. Морозы до минус 20 градусов прогнозируют синоптики на предстоящие сутки. Завтра в стране будет переменная облачность. Ночью ожидаются без существенных осадков. Днем пройдет небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 3,9 градусов ниже нуля. Введенный транспортный налог уже наделал много шума. Водители экстренно отправились на диагностические станции. Только у одних процедура занимает буквально пару минут, а вот у других уходят дни. Что касаемо последних, то одна из популярных причин – нечитаемость в номер автомобиля. Куда обращаться в этом случае? Подробности далее. Автомобиль. Самое популярное средство передвижения. Внимание он требует не меньше, чем любимая девушка. В первую очередь, это, конечно, исправная техническая составляющая железного коня. Просканировать ваш кар могут на диагностических станциях. С 2021-го этот пункт назначения у водителей самый популярный – пароль «Транспортный налог». При прохождении технического осмотра гражданину могут сообщить, что его админиционный номер транспортного средства стал нечитаем вследствие воздействия коррозии, либо иных объективных причин, что, как правило, является основанием того, что его автомобиль не пройдет технический осмотр. Но расстраиваться не спешите, бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси поможет вам решить проблему. Для этого нужно немного. Гражданский технический паспорт, если авто не ваше, не забудьте взять доверенность, ну и, конечно, саму машину. При обращении гражданина у него принимается заявление, согласуется перечень решаемых вопросов, сроки проведения экспертизы, стоимость, заключается договор на оказание услуг. Стоит отметить, что срок проведения экспертизы от 4 до 5 часов, после чего автомобиль возвращается владельцем, и он может его спокойно эксплуатировать. А результаты экспертизы выдаются в максимально короткие сроки, но не более 30 дней. Стоит отметить, обращений уже достаточно. Например, владелец вот этого японского красавца приобрел машину в России. Перед постановкой кроссовера на учет мужчина решил себя обезопасить и пройти проверку. Заключение эксперта, ВИН-номер автомобиля не подвергался изменениям. Владелец может быть спокоен и теперь без проблем уладит все юридические моменты. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Бобруйское житё и горыотдел по чрезвычайным ситуациям предлагают детям и подросткам принять участие в проекте «Спроси у спасателя». Отправить свои вопросы вместе с фото ребенка-участника нужно на электронную почту. Бобруйская собака gmail.com с пометкой «Спроси у спасателя». Не забудьте указать также и данные, имя, фамилию, возраст, учебное заведение, контактный телефон. Спрашивать можно не только о работе в службе МЧС, но и об увлечениях. Ответы работников МЧС на самые интересные оригинальные вопросы будут опубликованы в газете «Бобруйское житё» вместе с фотографией ребенка-участника. По итогам года участников проекта, которые прислали самые оригинальные вопросы, ждет приятный сюрприз от спасателей. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok